Шриман Бхагаватам, песня 4, глава 7, так что завершает жертвоприношение. Гандхар, вы сказали, дорогой Господь, все полубоги, включая Господа Шиву, Господа Брахму и Индру, Маричи и других великих мудрецов, это различные части твоего тела. Ты, Верховный Всемогущий, и все творения подобные игрушки в твоих руках. Мы всегда признаем Тебя, Верховной Личностью Бога, и в глубоком почтении склоняемся перед Тобой. Гандхар, вы сказали, дорогой Господь, все полубоги, включая Господа Шиву, Господа Брахму, Индру, Маричи и других великих мудрецов, это различные части твоего тела. Ты, Верховный Всемогущий, и все творения подобные игрушки в твоих руках. Мы всегда признаем Тебя, Верховной Личностью Бога, и в глубоком почтении склоняемся перед Тобой. Комментарии во Божественной Милости, Шри Ши Мадда, Ачеба Ксивиданта и Свами Прокупали. В Брахма Самхите сказано, что Верховной Личностью Бога является Кришна. Во Вселенной правит много разных богов, начиная с Брахмы, Господа Шивы, Индры и Чандры, и кончая правителями низших планетных систем, президентами, министрами, царями и руководителями различных рангов. В сущности, любой может считать себя богом. Это ложное самомнение присуще всем, кто живет в материальном мире. На самом деле, Верховным Господом является Вишна, однако Кришна стоит даже выше Вишны, поскольку Вишна является полной частью части Кришны. В данном стихе на это указывает слово Амшамшага, которое означает «неотъемлемая часть неотъемлемой части». В Чайтанне-Чиритамлице есть аналогичные стихи, в которых говорится, что частичные экспансии Верховного Господа, в свою очередь, дают начало другим частичным экспансиям. В Шримад-Бхагаватам говорится о существовании многочисленных проявлений Вишну и многочисленных проявлений живых существ. Экспансии Вишну называются свамша, что значит «частичное проявление», а живые существа называются випхинамша. Полубоги, подобные Брахме и Индре, занимают такое высокое положение благодаря благочестивой деятельности и совершенным аскезам. Однако истинным повелителем всех живых существ является Вишна, Кришна. В Чайтане-Чиритамлице сказано «экали ищуара Кришна арасаба ритая». Это означает, что Верховной Личностью Бога является Кришна и только Кришна. А все остальные, даже Вишну-Татвы, не говоря уже об обыкновенных живых существах, его слуги. Баладева – непосредственная экспансия Кришны. И тот служит Господу. Что же тогда говорить об обыкновенных живых существах? Все живые существа были изначально созданы для того, чтобы служить Кришне. Ганхарбы здесь говорят, что хотя полубоги иногда выдают себя за Всевышнего, никто из них не имеет на это права. Верховная власть принадлежит Кришне. Об этом сказано в Шримад Бхагаватам. Кришна ступ бхагаван сваян. Только Кришна является Верховным Господом. Из этого следует, что поклоняясь Кришне, мы одновременно поклоняемся и всем его неотъемлемым частям. Подобно тому, как поливая корень дерева, мы снабжаем водой все его ветви, листья и цветы. Ганхарбы сказали, дорогой Господь, Все полубоги, включая Господа Шиву, Господа Браму, Индру, Маричи и других великих мудрецов, это различные части Твоего тела. Ты Верховный Всемогущий. И все творение подобно игрушке в Твоих руках. Мы всегда признаем Тебя Верховной Личностью Бога. И в глубоком почтении склоняемся перед Тобой. Итак, следующими выступают с молитвами Ганхарбы. Полубоги были первыми, теперь Ганхарбы. Следующими будут Видягары. То есть существует Парампара, то есть старшинство. И старшими выступили полубоги в выражении почтения. За ними последовали Ганхарбы. И Ганхарбы, каждый раз выказывая свое почтение, человек или живое существо, оно тут же в этот момент проявляет свою реализацию. То есть когда мы отзываемся от Кришны каким-то образом или от какой-то великой личности, то мы сразу же показываем уровень своего понимания. Полубоги, допустим, обратились с определенным пониманием. Они говорят, дорогой Господь, некогда во время уничтожения Вселенной Ты вобрал в себя все энергии материального мироздания. В то время обитатели высших планет в лице таких освобожденных душ, как Санака, медитировали на Тебя, погрузившись в философские размышления. Следовательно, Ты изначальное живое существо. И Ты покоишься на водах потопа, возлежа на змей и шейших. Сейчас, сегодня Ты предстал перед нами, Твоими слугами. Пожалуйста, огради нас от всех опасностей. Ганхарвы сказали, дорогой Господь, все полубоги, включая Господа Шиву, Господа Браму, Индру, Маричи и других великих мудрецов, это различные части Твоего тела. Ты, Верховный Всемогущий, и все творение подобно игрушке в Твоих руках. Мы всегда признаем Тебя, Верховной Личностью Бога, и в глубоком почтении склоняемся перед Тобой. Итак, полубоги указали на одну деталь, то есть своего восприятия или своего понимания. Ганхарвы – другую часть. Полубоги вышли, так сказать, за рамки материального проявления и говорят о водах потопа, о шешанаге. И Ганхарвы говорят о проявлениях административного качества Кришны. Они говорят, что такие великие личности, как Шива, он ставит Господа Шиву самым первым, Брахма, второй, Индра, третий, потом Маричи. Маричи – это тот, кто возглавляет великих мудрецов и так далее. И они начинают, Ганхарвы, говорить об этой системе авторитетов. Это необычный стих, поскольку он демонстрирует, что вся система в духовной жизни и также в материальном мире действует строго по авторитетной системе. Никто вперед не забегает никуда. Поскольку чем квалифицированнее личность, тем она больше осознает важность принятия такого положения, авторитетного положения в соответствии с желаниями Кришны. И в соответствии с тем осознанием, которое есть у живого существа. Мы можем видеть, допустим, как ведическая литература описывает четыре уклада. Браманы, кшатрии, вайши и шудра. И в соответствии с этим человек занимает определенную позицию по отношению к этим живым существам, находящимся на более высоком или на более низком уровне восприятия, сознания, кармических реакций и так далее. Сейчас, в наше время, практически никто правильно не может занять положение по отношению к какой-то возвышенной личности. Никто не может правильное положение занять с равными. И также не могут занять правильное положение с теми, кто нас ниже. В основном человек вперед устремляется, все остальные ниже. Если вы помните, я вот рассказывал такую историю, как Господь Кришна, перед тем, как возводить на трон, вернее, перед тем, как совершать ягию, встал вопрос, кто будет императором. И Дурьядхана, он, так сказать, соперничал с Юдхиштхирой, в плане того, что Дурьядхана хотел показать, что он лучший, чем Юдхиштхира, что Юдхиштхира, он не совсем квалифицирован. И на самом деле Дурьядхана во многих вопросах был более продвинут. Если мы почитаем Махабхарату, то Дурьядхана был совершенным воином. Совершенным воином. Он был совершенным политиком. Он был совершенным дипломатом. Он имел совершенное понимание экономических вопросов и так далее. Говорите, что земля в правлении Дурьядхана процветала. Единственное, что было в этих личностях, они лгали. Они обманывали. И поэтому в 12-й песне Шриман Бхагавата есть такая песня, Аумигита называется, Песнь Матери Земли. И там Мать-Земля как раз говорит, я все могу вытерпеть. Но самое серьезное бремя для меня, это что? Ложь. И вот Кришна пришел с Баларамой спасти от бремени. Какого значит бремени? Ложь. Ложь. И вот это бремя Земли, это когда появляются лживые личности. Когда эти лживые личности занимают какое-то авторитетное положение и так далее. Ложь, она пропитывает все напрочь, то есть это ложь, клевета, она все пропитывает и все разрушает. Всеразрушающая ложь. И вот вчера задавал такой вопрос, как аспекты правдивости связаны с сексуальной жизнью. И как раз вот секс, то есть незаконные сексуальные взаимоотношения, они как раз напрямую связаны с потерей правдивости. Напрямую. Поскольку говорится, что человек начинает лгать, когда он занимается незаконной половой жизнью. Он начинает лгать. И есть это полное объяснение, может быть я дам лекцию по этому вопросу, поскольку так кратко ты не объяснишь. Понятную систему, как, откуда, что выходит, почему. Итак, Господь Кришна, они пришли к Господу Кришне, Ютхиштхира и Дурёдана. И Ютхиштхира не хотел идти. Ютхиштхира даже не хотел соперничать за власть. Ютхиштхира готов был отдать власть кому угодно. Но браманы, мудрецы, они требовали, чтобы Ютхиштхира занял этот пост. Но также была часть браманов, которые считали, что и Дурёдана довольно квалифицированная личность. Поскольку Дурёдана подтверждал все свои материальные качества. У него были развиты, он развил до такого высшего совершенства. Материальные качества. И так получается, есть, мы говорим иногда, материальные качества, но материальными качествами называются определенные виды способностей. И существуют определенные качества другой. То есть качества, очищенные от материи. Те же самые качества, но очищенные от материального воздействия. И вот Ютхиштира и Дурёдана, они пришли к Кришне за советом. Как же им поступить? Кто же все-таки должен возглавить империю? И Кришна сказал, я могу дать такой совет. Просто Дурёдана отправляется в одну сторону, Ютхиштира отправляется в другую сторону. Вы должны обойти все государство и найти, посмотреть, сколько людей, найти этих людей, которые равны вам. Найти тех людей, которые ниже вас, и найти тех людей, которые выше вас. И так они отправились. И через некоторое время они вернулись. Ютхиштира, он был такой подавленный, и он сказал, нет, Ютхиштира, я не буду вправить. Ютхиштира сказал, в чем дело? Ютхиштира сказал, я не нашел никого, кто был бы равен мне. И тут же вернулся Дурёдана, и он был такой вдохновленный, и он сказал, я тоже не нашел, кто был бы равен мне. И Кришна спросил, что ты имеешь в виду, Ютхиштира? Ютхиштира сказал, я не нашел, кто был бы равен мне, все лучше меня. Дурёдана засмеялся и сказал, я тоже не нашел, кто был бы равен мне, все хуже меня. Такой взгляд демонической натуры и взгляд божественной натуры. И в Бхагавадгите описываются эти две натуры. Божественные и демонические натуры. Когда мы видим себя лучше всем. То есть, когда наши чувства полностью находятся на материальном уровне. То есть, осквернены материальным восприятием. И живое существо очищенное, то есть, максимально очищенное от этой материальной скверны. Оно видит себя в такой смиренной позиции. В такой смиренной позиции. И здесь также, здесь говорится о видении ганхаров, полубогов. И каждый из них подчеркивает, что мы твои смиренные слуги. Мы твои смиренные слуги. Каждый лучше. Слуга, он не думает, что я какой-то продвинутый. Слуга думает, я слуга. А раз я слуга, значит я ниже. Если бы я не был слугой, я был бы господином. Но кто в этом мире господин? Ганхаровы говорят. Полубоги. Иногда они выдают себя за Бога. Но даже они не являются Богом. Они части твоего тела. Они части твоего тела. Великие полубоги, мудрецы. Но они части твоего тела. Даже они не являются господином. Господином. Итак, в этой связи мы видим, как вся система во Вселенной, и также мы можем потом, может быть, обсудим духовное положение, как в духовном мире, точно так же существует система авторитетов. И никто не забегает вперед. Никто. Если вы возьмете первую песню Шрима от Багава, то прямо на картинке, там, Гулока Бриндауна, впереди Кришна идет с Баларамы, и все пастушки почему-то идут сзади. Никто вперед Кришна не забегает. И никто не забегает вперед друг друга. И там видно, как вот эта вереница этих пастушков, и в конце идут какие-то два таких пробуджика, и они аж руками машут от восторга, хотя они самые сзади. Это необычная картинка на вот этой обложке Шриман Багава, возьмите вот такая вот, светло-синего цвета. И там вот эта вот вереница. Это необычное положение духовного бытия, когда везде существуют группы, в каждой группе существуют авторитеты, и все служат под руководством авторитетов Кришны. Все, абсолютно. Это духовное положение. В материальном мире все отвергают духовных авторитетов. И если даже иногда принимают покровительство духовной личности, то воспринимают ее исключительно материальным образом. Исключительно материальным образом. Чил правопада описывает в науке самоосознания, как люди, узнавая, что приехал какой-то гуру, там, лисадху, они бегут попросить у него материальное благословление. Они говорят, вот там у нас брат пьет, там, или вот муж пьет, там, у меня печень боль, вот у меня рак, мне оперироваться, мне оперироваться, и так далее. Как мне разбогатеть, мне выходить замуж, или, так сказать, жениться, и так далее. И все требуют этих ответов, и все требуют этих благословлений, не понимая абсолютное положение духовного авторитета. Духовный авторитет благословляет на духовную жизнь. Он никогда не дает благословления на материальную жизнь. Особенно Вайшнава. Вайшнава, он даже, как спросили один раз у одного духовного учителя, все так плохо, Вайшнавы должны молиться, чтобы было все хорошо. Он сказал, нет, Вайшнава молится, чтобы было еще хуже. Потому что тогда можно проповедовать, когда люди задумываются, тогда будут сказать, ну как этот мир предназначен для наслаждения? Но пока им все хорошо, вы не можете им проповедовать. Вы возьмите любую страну, чем выше материальный уровень благозостояния, тем там тяжелее проповедовать, в любой религии. Чем ниже уровень материального благозостояния, тем легче проповедовать там. Приходишь и говоришь, весь мир страдает. Он говорит, да, 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 ой, как страдает этот мир. Вы приходите в какую-то продвинутую страну и говорите, этот мир страдает. Я говорю, что? Ты о чем? Ты сумасшедший, что ли? Представьте, где-то на Багамах, там какой-нибудь коса такая с пальмами, вся в бананах, в кокосах. И какой-нибудь пигмей там лежит на песке. Пусть он даже нищий, но он так не страдает. У него не надо дубленку, валенки. Там круглый год лета. Знаете, как в этом мультфильме? Наше счастье постоянно. Ешь, кокос, жуй, бананы. Чунга-чанга. И поскольку уровень сознания может быть на платформе Анумая, то есть еда, а там еды завалить, то эти люди совершали очень какое-то серьезное поклонение в прошлой жизни. Теперь они не беспокоятся о еде, о холоде, о жаре. Там все в порядке у них, они сидят так. Райский, вот как иногда говорят, райский уголок. Даже на этой планете есть райские уголки, где живое существо может тебя чуть-чуть почувствовать в какой-то другой атмосфере. И, допустим, возьмем там каких-то а-чук-чап-чуми, чук-чап-чуми. У него, так сказать, своя степень обусловленности, свои проблемы. И если ему сказать этот мир наслаждения. Ну, может быть, он привык. Ну, я не думаю, что чукчане так-то особо счастливы. Особенно тогда, когда мы видим разницу, когда существует сравнение. Как вот люди иногда рассказывали, старые, говорят, что когда была война, Великая Отечественная война, и мы перешли границу, то первое, что нас очень сильно потрясло, что всех нас обманывали. Нам всегда обнушали, что мы живем в лучших сетях. И когда мы пошли, вот эти вот солдаты шли, там, Польша, Чехия, там, Шужго. То есть, чем дальше они шли на Запад, тем они видели, что уровень жизни-то во много, во много раз лучше был. И у многих возникли проблемы. Очень серьезные проблемы. Поэтому нужна была опять последующая чистка тех людей, которые увидели, что там хорошо, надо было это видение, так сказать, уничтожить резко. Если не могли уничтожить это видение, тогда выкалывали глаза, так сказать, и уничтожали, так сказать, такое представление. Поскольку, вы знаете, была такая политика, что преимущество социалистической или коммунистической системы и морали во всех этих вопросах. И вот в связи с этим стихом, как раз вот здесь объясняется это положение, что даже Баладева, первая полная экспансия Господа является Его слугой. Его слугой, то есть не является Господином. То есть, относительно всего творения духовного и материального, все на самом деле являются слугами. Ни одного нига живого существа, которое было бы Господином. Все слуги разного ранга. И самый первый слуга, это кто? Баладева. Баладева. Даже Шриматера Дхарани, она не госпожа, она служанка. Все слуги Кришны. Один Господин. Один Господин Кришна. Поэтому Его и называют Господь. Он только Господин. И вся система построена таким образом, что слуга, слуги, слуги. И существуют слуги разного ранга. Служат-то все Кришне, потому что Кришна Господин. Но служат все под руководством старшего слуги. Старшего слуги. И поэтому мы знаем такое положение, как есть Даса. Шрила Наратама Даса Тхакур. Он Даса. Хари Даса Тхакур. Так, далее, так, далее, так, далее. То есть существуют Даса-слуги. Мы все вот здесь, ну я не знаю, Пхакты. Пхакты. Но есть Даса уже. Есть Давидаси. И также есть Давидаси. То есть всевозможные живые существа. И в соответствии с этим уровнем, с видением, с восприятием, человек культивирует какое-то определенное умонастроение по отношению к слугам более высокого ранга и по отношению к самому Кришне. Но все сконцентрировано на самом деле на Кришне. Никто не является Господином здесь. И мы совершаем служение и передаем его вверх другому слуге более высшего ранга. Он передает это служение слуге более высокого ранга и так далее. Но все на самом деле находятся в умонастроении слуг. Поэтому сказали полубоги, сказали о том, что мы слуги. Сейчас вот сказали гангхармы, что мы слуги. Потом скажут веденары, что мы слуги. И так все будут говорить, что мы слуги. Ни один не скажут, ни одна категория живописцев не скажут. А мы вот, господа, все будут слугами. Шримати Ватхарани, служанка, Баладеева слуга, все слуги на самом деле. Ни один не говорит, я есть Господин, я есть Господь. И так вот это положение или понимание, что здесь есть только единственный Господин, это Кришна, и все являются Его слугами. Это понимание очень тонкое, деликатное. Поскольку не поняв это положение слуг Кришны, то они являются разными частями Господа. Так же, как вот говорится, допустим, Браманы это что? Голова. Шатри это руки. Ваиши это живот. И шудра это ноги. И кто кого главнее? Голова. Но есть такое мнение, что, допустим, если голову отрезать, то ничего не будет. А если руки отрезать, то будет все в порядке. И вот у людей есть такое представление, что если что-то отрезать, если что-то перебить, сломать, но на Кришну таким образом не сможет. Если, ну я не буду так говорить, если Кришне что-то там сделать, то у Него что-то не будет функционировать. Лишь никто ничего не может сделать. Потому что Кришна, Он целостная личность. Ом бурнам тамагам и дам бурнам. Этот стих, который говорит о том, что все, что исходит от Абсолюта, обладает той же самой Абсолютной природой. И Кришна занимает такое удивительное положение. Если нам что-то отрезать, мы сразу не обладаем полной природой, а мы такой неполной природой обладать начинали, или так, частичной природой, то в отношении с Кришной, Кришна Абсолютен и Эта Абсолютность проявляется в том, что все, что из Него исходит, на самом деле обладает той же самой природой. Но за отсутки кое-каких определенных качеств связанных с Его Могуществом. С Его Могуществом. И в Бхак-Киро-Самриту-Симху, Шли-Ва-Рупа-Гасвами описывает качество Кришны. 64 качества Кришны, 60 у Нарайана и так далее, и так далее, и так далее. Так вот можно с лампочкой строить. Там есть лампочка 120, да? Есть 120, есть 100, есть 60, есть 40. Представим, что Кришна это там, если 120 на рай, это 100, Кширо-Дакаша или кто там, Гарпа-Дакаша или что там, 60 и Кширо там, 40. Вроде бы все лампочки, все светятся, но мощность, мощность разная. Мощность бывает разная. Хотя по отношению, так кстати, к каким-то фонарикам, там, кстати, они более могущественные, несомненно. И самое главное, что источник энергии. И все эти экспансии Кришны обладают природой не тем. Вечной природой. Вечной, постоянной природой. Постоянной имеется в виду вечной. Итак, это положение Кришны, и вот это положение слух Кришны, очень важный момент понимания и восприятия, особенно для личности, которая занимается духовной жизнью. что Кришна на самом деле доволен всеми по-разному. Кришна доволен всегда, но всеми по-разному. И вот это положение живых существ, оно говорит о положении удовлетворения Кришны. Говорит, что Господь Шива в большей степени всех удовлетворяет Кришну. Здесь. В следующем, то еще, вернее, тот, кто чуть-чуть меньше удовлетворяет Господь, Господу является кто? Брахман. Меньше Брахман удовлетворяет Кришну кто? Индра. Меньше Индры удовлетворяет кто? Маричи, да? И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот эти Ганхармы. Они дошли до Маричи. Почему? Почему такие великие, как Маричи? Почему Ганхармы дошли до Маричи? Мы стали перечитать других. Потому что дальше они Потому что дальше они Поэтому они не причисляют Они говорят о тех, кто выше их Даже такие великие личности Как Шива, Брахма, Индра, Маричи И там вот эти великие мудрецы Потом уже великие мудрецы Вот это называется Качество процесса авторитета Смотрите, Шива, Брахма Почему не говорят? Ну и вот эти все полубоги Перечисляют Шива, Брахма, Индра Шива-Правпады даже Здесь, так сказать, в комментариях пишут Добавляют, и Чандра еще Они говорят Шива, Брахма, Индра Шива, Брахма, Индра Дальше говорят Великие мудрецы, Маричи И все великие мудрецы Это уже все там Не фамилии, не имен Великие мудрецы все Уже положение такое На самом деле Господь Шива Шива Брахма И Индра Это тоже своего рода Определенные положения Шива, конечно, не положение Но Брахма и Индра Являются положением Каждое живое существо Начинает свое Материальное существование С положения Брахмы И деградирует, говорите До навозного червя Каждый был Брахман Все вот мы с вами Здесь сидим И были Брахманы Представить, можете представить Что все мы были Брахманы Представить это невозможно Потому что сейчас Мы почти уже черви Поэтому, когда мы В таком отдаленном состоянии От своего могущества Находимся То сложно представить Что мы что-то можем Или когда-то этим были Так мы обусловились Но, говорится Все живые существа Начали влачить Своё мирское существование С положения Брахмана И деградировали До навозного червя До навозного червя Вот иногда Живое существо Если вы заметите В разговорах Человек очень легко Говорит Да я червяк какой-то Но вы не услышите Чтобы он говорил Да я какой-то Брахман Как вы думаете Зачем Почему он легко Он говорит Да я какой-то вонючий клоп Часто да Мы услышим Да кто я такой там Да я глист какой-то То есть мы легко Можем отождести себя С глистом С червём Там с кем-то Да я какой-то таракан Ухатый Но никто не скажет Да я там какой-то Четырёхголовый Брахман Да чё я Я простой Индра Никто так не говорит Или говорит Да чё Да чё вы так ко мне Вы кажете почти Чё я вам Моричи что ли Лучше Никто не говорит Об этом Почему Так далеко Усну наше сознание От того положения И так близко Да Вот мы друг друга Козёл Осёл Коза Знаете Дилизана То есть посмотрите Мы друг друга не называем Хотя бы даже Хотя бы Я уж не говорю Полубогами Ух ты Суручи Да Или там Ах ты там Кто-то там ещё Пхишма Ах ты Дурьёдана Мы не говорим так Посмотрите Сознание животных Оно сразу выказывает И люди даже не обращают Внимание Что они постоянно Отождествляют себя С каким миром С животным мира Они говорят Ну пёс Да Вы это замечали Или они говорят Ну ты баран Они не говорят Они не скажут Ну ты там Ашватхама Ничего Смотрите Как отождествляют И люди даже не замечают Это происходит автоматически Почему Так они близки Так всё То есть люди Века Кали Они практически Почти все Из животного мира Столько много Животных форм Постоянно В этих животных формах Крутятся И тонкое тело И тонкое тело Остается отождествляющим Себя и других Он даже Ну я осёл Ну я баран Человек всё время ходил Вы заметили Он не скажет Ну я не квалифицированный Брахман Я уж не говорю Ну я явно Я не индра Нет Он скажет Ух я осёл Ух я баран А ты чё тут Как лягушка Квакаешь Все сравнения Даже такие Как так далеко Ушли люди Даже от Мы никому не говорим Ну ты гонхарт Да Это редкий случай Я сейчас слышу Говорят Ох какая Я обстара Редкий случай Это сейчас Только так Среди предных Но всё равно Когда Это Так сказать Уходит Из сознания Люди всегда Всегда начинают С всех Опять Животных В мире животных Всё начинается В мире животных Две пада пашут Поэтому такое сознание Пропада смеялся Очень часто Один человек на лекции Спросил Человек пропада А где динозавры Они что вымерли все Он сказал Нет Иди сюда Он подошёл И он показал Там какой-то Стрит Там какой-то Там люди такие Он говорит Смотри Вот они все Динозавры Они поменяли тело Они с дипломатами Теперь идут Но все Они остались Динозаврами У всех У них Динозавры Сознание Динозавров Все они Ищут Пищу Выкупляются Обороняются И спят Всё Всё Это животные Посмотри Теперь они Динозаврами Разница Только в этом Осталась Поэтому они Отождествляются Всё время Вот вы Заметьте Пропада Всегда часто Смеялся Люди даже Не анализируют Возьмите Какие-то команды Особенно Динозавры У них Обязательно Динозавры Какие-то Кенгуру Они только команды Красный Буйвол Хвост Хвост Ящерицы Дистребильный Коготь Всё Время С животными Себя Отождествляют Постоянно Всегда Отождествление С животным Миром Очень Мощно Итак Это понимание Авторитетства Очень важный момент Прогресса То есть Этика Этика Взаимоотношений В предном служении Итак Я начал С того Что Затронул вопрос Что Господь Шива Больше всех Удовлетворяет Кришну Поэтому Он занимает Очень высокое Положение Ещё Больше всех Вернее Меньше Чуть Брахма Потом Ниндра И так далее И так далее И вот Ганха Мы дошли До Ганха Точно так же В духовной жизни Говорится Что человек Занимает Какое-то Определенное Положение В соответствии С тем Что он Удовлетворяет В большей степени Тех Кто Стоит Выше Его Удовлетворяет И когда Он прекращает Удовлетворять Таким образом Он Уходит То есть Его убирают С этого положения Он в другом положении Стоит На самом деле Положение Брахмы Шивы Индра Это положение Достаточно Квалифицированное Поскольку Оно связано С ведической Системой И подразумевает Духовный Уровень У Индры Очень высокий Духовный Уровень Но Выше Индры В духовном Отношении Находится Кто Брахма Брахма Великие Мудрецы Существуют Очень возвышенные Личности Но Индра Очень высок В ведической Культуре Царь На самом деле Он выше Брахмана Поэтому Царя Называют Наранарами Он выше Брахмана Он выше Брахмана Он является Богом На земле Представителем Бога Не Брахманы Являются Представителем Бога На земле А Наранарами И если Как это происходит Если царь Является Вайшнавом То он выше Брахмана Поэтому Ведическая Система Описывает Этих царей Великих Как Арджуна Юдхиштхира Они были Выше Брахмана Хотя Они почитали Брахмана Но Кришна Их воспринимал Выше Брахмана Почему? Потому что Они были Все Вайшнавами Великими Предами Великими Предами Итак Эта система Взаимоотношений Взаимоотношений В духовной Жизни Очень важна В правильном Понимании Кому Как Мы должны Относиться Кто Занимает Более Возвышенное Положение Возвышенное Положение Над нами В плане Того Что Это Живое Что В большей Степени Обновляет Кришна Но Сатанические Подразумевается Ниже Шудр Идут Женщины Но Посмотрите Женщины Идут Ниже Шудр Но Женщин Тоже Защищает Почему? Кого Воспитывают Где-то Слышат Женщины Кого Воспитывают Вот Философ Воспитанием Кто Занимает Мать С отцом Занимается Воспитанием Определенно Определенного Возраста Определенного Возраста Женщины Не потому Так Ценны Что Они Воспитывают Почему Они Так Что Они Матери Вот Почему Поэтому Мы Называем Матоджи Тот Кто Не Замечает Что Это Такое В чем Ценность Женщины Мы Не Говорим Женщина Мы Говорим Тетенька Мы Говорим Моя Подруга Матоджи Подчеркивая Важность Этого Положения Такого Мать 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 В общем Важно Что Каждая Женщина Должна Стать Матерью Матерью И Мать Это Очень Необычное Такое Положение В Духовном Мире Даже Кришна Он Показывает В этих Лилах Допустим Господь Чайтанин Проявляет Свои Взаимоотношения Со своей Матерью Отец Очень Рано Уходит Мать Остается Господь Чайтанин Как С матерью Взаимоотношения Какой Статус Матери Он Придал Господь Чайтанин Господь Кришна Еще Один Андана Какой Статус Матери Вообще Велической Культуре Какой Огру Какой Вообще Просто Потрясающий Статус Матери Что Даже Жена Выбор Жен Все Остальное Это Перспектива Что Мать 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 Земля Там Все Все Связано Материнским Поэтому Кришна Говорит Я И Мать Поэтому Говорит Почитать Нужно Отца И Мать И так далее Я уже Объяснял Багава Дети Итак Заключение Скажу Эта тема Такая Большая Что Меня Умка Узнала Забудовка Суть Вот В чем Заключение Что Мы должны Правильно Понять Эти Взаимоотношения Что Все Существует Четкой Последовательностью Авторитетов Авторитетов Которые Ближе Ставят Кришне И те Которые Стоят Дальше Но Служат Кому же Кришне Через Эти Посредством Эти Авторитетов И Авторитеты Они Не Господа Господь Один Кришна Но Вся Остальная Система Это Слуги Разных Рангов Слуги Высок 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 Уровня Поменьше 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 Но Все Делается Только Через Них Поэтому Кришна Говорит Тот Кто Думает Что Мой Слуга На самом Деле Не Мой Слуга Только Тот Слуга Моего Слуги 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 И всех Остальных Слуг Боби Приндауна То есть Кришна Удовлетворен Тогда Когда Мы Служим Через Его Представителей Через Его Слуг Определенной Квалификации Вот Почему Многие Пытаются Служить Напрямую Кришне Очень Многие Даже В этом Храме Я знаю Что Некоторые Люди Примят Напрямую Служить Кришне Но Они Не Служат Своим Авторитетом А Кришна Удовлетворен Когда Мы Служим Это Называется Вайшнава Сывая Когда Мы Служим Через Вайшнава Более Высокого Уровня Более Квалифицированного Чем Мы Через Него Служим Кришне Через Него Все Делаем Через Него Дальше Он Просит Наш Служите Мне Через Этого Вайшнава Они Служат Ему Через Этого Вайшнава Или Они Служат Кришне Вот По этой Цепи С кем Они Ближе Стоят Ганхар Стоят Близко К полубогам Они Служат Через Полубогов Ниже Ганхар Ведиатхары Ведиатхары Ганхар С полубогами Дальше Будем Видеть Как Эта Система Развивается Там Брамана Увача Брахманы Брахманы Они Через Эту Цепь И так Далее То есть Положение Живых Существ Положение Обущественнее И то И другое Пожалуйста Вопрос Кто Кто Говорит Подразумевается Не получается Подразумевается Что Ништя Она Тоже Может быть Разного План Знаете Как Молоко Жирность Умеет Разную То есть И любая Квалификация Умеет Разную Жирность Разную Клотность И так Далее Разную Концентрацию На самом Деле Говорится Что Когда Человек Поднимается Заканчивается Процесс Анарт Каневритель То Он Практически Как Вайшна Может Действовать И Как Ништя Это Следующая Ступень После Анарт Каневритель Когда Человек Полностью Он Может Занять Любое Положение И Действовать Полностью Подъезд Так Вот Кришна Говорит Читая Шарва Каневритель 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 Даже Если Ты Обладаешь Такой Высокой Духовной Квалификацией Я Хочу Использовать Зачем Тебе Подавлять Свою Природу Что Ты Кшатри Я Хочу Тебя Таким образом Занять Еще Не Простой Кшатри Один Из Лучших Кто Сделал Арджуну Лучшим Кришном Кришном Именно Арджуна С Лучшим Кришном Вмешивается Поэтому Говорится Когда В нашу жизнь Вмешивается Кришном Мы можем Стать Лучшими Лучшими В любой Деятельности Не то Что Мы Стремимся Стать Лучшими Мы Стремимся Продвижить Кришну И Кришна Поэтому Он Начинает Участвовать В жизни Такого Природу Участвует Подпочтение То есть Мы Почитаем Актритет И Дружба Подпочтение Как же У вас Дружба Подпочтение На основе чего Что в центре Наша дружба Что стоит в центре Чувственное Убовлетворение Дружба На уровне Я уже Затрагивал Как собутильники Или на уровне Проблем Таких Дружба Ну как Это из центра Их убираешь И вот тоже На чем Они основаны Все взаимоотношения Их дружба Сразу разваливается И так Разно Есть взаимоотношения Что в центре Стоит Ващнамы же Дружат Почему Потому что В центре Стоит что Предное служение Кришне Стоит Кришне И предное служение Кришне На основе этого Они дружат На основе этого Они не дружат Это, на самом деле, основа всей души Кришны. Поэтому Кришна говорит, ты мой друг Бхакта, он оказывает Бхакта, преданное служение, поэтому ты мой друг. Дружба преданности, мы даже так и говорим, дружба преданности. Все, этим словом, уже все сказано. Дружба преданности, дружба преданности, это разные вещи, чем дружба каких-то других дяденек или тетенек. Дружба преданности. То есть в центре этой дружбы стоит, значит, что преданное служение. Поэтому мы так можем дружить с теми, кто совершает преданное служение, пытается служить. С младшими преданными мы пытаемся их поднять до своего уровня. С равными мы обмениваемся опытом старшим и служим. Вы уже сказали, что семьи лучшие браками, браками. Я тоже это не помню. Когда Господь не находит достойного брахма, то Он начинает сам управлять. Святое место пустым не бывает. Значит, в тот момент не приходит ни одной из духовного мира, ни одной из духовного мира. А зачем? Брахма не из духовного мира приходит. Брахма относится к категории дживататвы. Это положение дживататвы. И когда нет ни одной благочестивой личности, чтобы занять положение брахмой, Кришна сам занимает. Говорится, чтобы стать брахмой, нужно прожить, по-моему, сто... Тысяч, да? Сто. Сто жизней, да, без единого нарушения, без единого отклонения. Сто жизней полностью, от момента рождения до момента... То есть, с зачатия до оставления тела ни одного греха не должен совершить живое существо. Следовать строго под предписанием Вет. Тогда это живое существо через сто жизней занимает это положение. И когда у него какие-то проблемы были, ну, нет. Бывает иногда, что в целой вселенной не находится ни одной личности, которая сто жизней дожила чисто. То есть, в знаниях. Так же это положение, да. Ниндры, все это вот. Связано с определенной деятельностью. Но в то же самое время, мы скажем, что все мы начинали с брахмой. Да. Начинали с брахмой, а не кончали с брахмой. Ну, как ты думаешь? Ну-ка подумай, напряги. Извели мы. Нет, нет, давай, давай, напрягайся. Напрягай. Напрягай. О. Ты сколько здесь уже находишься, никогда не были в духовном мире? Сколько уже ты выяснил, конечно? Как же так? Я разобрал еще эти вопросы, и уже ты служишь, во всю кричишь. Поешь. Отлично. Это такое горе. Вот для меня это горе. Но это ничего. Это ничего. Надо разобраться. Все живые существа упали. И откуда они упали? Из навозной кучи, что ли? Как думаешь? Если мы падшие, откуда мы упали? Как думаешь? Если мы падшие, откуда мы упали? С кого? С кого? Кто это такие лекции дает? Кто давал такие лекции? Сразу мне говорите. Как это не знаешь? Конкретно мне фамилию и имя этого человека, который говорил об этом. Он будет дисквалифицирован. Серьезно. Он будет дисквалифицирован. Кто говорил об этом? Конкретно мне фамилию назови, имя. Имя хотя бы назови. Или фоторобот составь. Дисквалифицируем эту личность. Кошмар. Кошмар. Кто говорил такой, Володь? Где ты наслушался? Ты может где-то буддистов слушал каких-то? Там все есть пустота. Мы из пустоты упали. В пустоту уходим. Где ты имперсонализма наслушался? Имперсоналисты они отвергают само преданное служение. Потому что кому служить-то? Вы не упали? Где? Где он так говорит? Ты не помнишь, где он так говорит. Значит, он не говорит так в книгах, не помнишь, где он так говорит, в каком месте он так говорит. Нигде Шилл-Круппа так не говорит Шилл-Круппа. Никто не падает из духовного мира. Везде говорится, существуют вечно обусловленные и вечно освобожденные. Существует пограничная энергия. Сатт, Джагат, Чит-Джагат, Джих-Джагат. Есть потенция Хладини, Сандини. Есть очень много потенций. Есть потенция Хладини. Хладини и Шакти это то, когда живые существа пограничны. То есть определенный вид живых существ. Есть живые существа, не относящиеся к пограничной энергии. Есть живые существа, относящиеся к пограничной энергии. И вот эти живые существа, которые относятся к пограничной энергии, имеют склонность попадать под влияние иллюзорной энергии. И то, говорится, не все Понимаешь, да? Понимаешь, да? Вот они, как раз, туда и что сделали? Упали Ужели прям тут какой-то авторитет такой был, который это рассказывал? Ну все Спасибо большое Большое спасибо Сошлюсь на тебя Нет, я думаю, он так не рассказывает Просто ты так, может, понял Не читаешь книги Читайте, пожалуйста, читайте, разбирайте Задавайте вопросы Тут разные живые существа И живые существа, которые никогда не попадают под влияние визорную энергию Есть живые существа, которые попадают под влияние Даже их природа такая попадает Но когда они раз попали, они больше уже не попадают Опыт Вот этот опыт у них появляется А то есть Есть живые существа, которые сюда падают А есть живые существа, которые сюда приходят То есть не зашедшие живые существа есть И есть живые существа, которые пришли сюда по собственному желанию Не по желанию Кришны, да? А по собственному желанию Еще в этом есть различие Вот мы с тобой сюда пришли Ну, я не знаю, как ты Я сюда пришел по собственному желанию То есть мне захотелось понаслаждаться как-то отдельно от Кришны И это сделало меня падшей личностью Теперь я начал соображать, что вроде, ну, не знаю до какой степени Но это что-то такое иногда Остается, что может не надо здесь наслаждаться отдельно от Кришны Когда совсем плохо А есть живые существа, которые приходят в материальный мир По желанию Кришны И также есть живые существа, которые хотят изменить взаимоотношения с Кришной Есть очень много живых существ, которые могут здесь находиться Их разное положение Одни пришли, потому что их Кришна послал Другие пришли, потому что сами сюда пришли наслаждаться И третьи есть живые существа, которые пришли изменить взаимоотношения с Кришной То есть почувствовать какие-то более возвышенные чувства Называет самое высокое чувство Это Випраламба Сева Сева служением Служение в разлуке Совершать ему чистое преданное служение в разлуке Поэтому даже сам Махапрабху Сам Кришна приходит Испытать это чувство Випраламба Сева То есть вот это То есть испытать эту разлуку Чтобы усилить свою любовь Понимаешь, да? Поэтому даже материальный мир Он необходим для того, чтобы усилить Свои взаимоотношения И если мы рассмотрим Объяснение Вайшнау Всей философии То мы увидим, что иногда Чтобы усилить какое-то чувство Нужно соприкоснуться с более худшей системой Замечательно Чтобы оценить Чтобы оценить хлеб Можно поголодать В разлуке с хлебом побыть Знаешь? Понимаешь, о чем я говорю? В разлуке с тем, с тем Когда разлуку нам устроишь Мы так ценить начинаем И потом начинаем Когда с этим соприкасаемся Прямо блаженство Думаем, ой, какой хороший Какой вкусный хлеб Даже плесень, если на нем Даже сухарь-то плесневелый Даже эта плесень, она вся вкусная Да, исполнись ее? Но когда мы, так сказать, Объедаемся, объедаемся Хлеб уже разбрасывать начинаем И иногда нам неплохо бы устроить Випролампку Разлуку с этим С чем мы, так сказать, неправильно Стали наслаждаться Перестали ценить это Точно так же Олег задал этот вопрос Это связано так же с авторитетами С лекциями С взаимоотношениями Иногда, если человек неправильно действует Они могут приесться Лекции Все приедет И человек уже не видит возвышенного положения А чего так? В каждый день его видит В каждый день этого человека И поэтому фамилиарность Что произошло с Дакшей? Дакши? Вы что думаете? Дакши такой дурак, что он не знал, кто такой Шива? Вы уверены, что Дакша не знал, кто такой Шива? Ты думаешь, он не знал, кто такой Шива? Мы вот такие тупые Веккали, Олега-то, кстати Илашина Рани Мы знаем, да, что кто такой Шива А Дакши там Он не знает А кто такой Шива? И коллеги приходят Табаров Олега, Табаров Намо, Багаватэ Скажи, кто такой Шива? Вы что, серьезно так думаете? Что он не знал, не соображал, кто такой Шива? Мы так уже низвели всех полубогов Мы выше полубогов Точно мы дурьёдами Мы даже до полубогов уже добрались Мы уже их лучше Мы уже их лучше Потому что у нас Тул и Федор Это неправильно Это оскорбление полубогов Это неправильно Они все великие вайшнавы Это вайшнава-аппарат Когда мы так думаем, что Дакши такой идиот какой-то Он не знает, кто такой Шива Просто он таким образом возгордился Фамильярничать стал Что он часто видит Он попал под влияние своих плодов От привязанности к плодов И когда мы попадаем под влияние своих плодов Привязанности разных материальных червей Этих материальных желаний Мы начинаем своих авторитетов видеть сначала Какими? Сначала мы начинаем видеть недостатки Типа небратство такое начинается С авторитетом Типа небратство постепенно переходит в фамильярность То есть сначала мы этику начинаем нарушать По отношению к авторитету Потом фамильярность, панибратство Потом равность начинаем чувствовать Что мы равны А равность как воспринимается? Кто знает, в каком аспекте проявляется равность? Правильно Правильно Он говорит нам так, а говорит А я думаю по-другому Он говорит, ну я бы тебе бы А я думаю вы не правы А докажи А мы что? А почему? А что я не имею права что ли? Шрифропаду говорю Слепо не надо Шрифропаду Вот здесь вот Шиварама с вами Вот то-то И все начинают Они начинают Они слоки начинают цитировать Я твой друг И не завидуйте Шрифропаду А вот Постепенно перерастает Фамильярность Фамильярность Переходит в пренебрежение И вот Дакши что? Высказался Вот что произошло С Дакши Даже Индра Не высказался По поводу Господа Шивы Смотри какой Индра Даже какая могущественная личность И то он не высказался Так Никогда По поводу Шивы Так не высказывается А Дакши Поскольку он прародитель Занимает такое служение Критичного прародителя Как Дакши означает Очень Переводится Очень способный В половом отношении Его назвали так Очень способный В смысле В половом отношении Ну хорошее служение Он все время клепает людей Штампует Кадры Вселенские Так что Если кто-то Так сказать Не может Может Такое служение Получить Тогда это не будет Греховной Жизнью Но видите Дакши тоже Проблема Также Я к чему и говорю Вот этот стих Сегодняшняя Вся тема Что Авторитет Это очень Правильное положение Занять по отношению К людям Авторитет Это не значит Что он Кришна Понимаете Иногда путаем Начинаем То есть Есть такое понятие Как Гуру-Вада Когда Живой Начинает Гуру Поклоняться Как Кришна То есть Он Кришну Видит в Гуру Он говорит Это Кришна Это Кришна Гуру не Кришна Гуру кто Представитель Он слуга И как он Представляет Своего Кришну Гуру Представляет Своего Гуру Все так и А Гуру-Вада Это когда все думают Что Гуру Это Кришна И начинают ему петь Как Кришна Как Кришна Ему поклоняться Все Гуру наш Кришна Это Гуру-Вада Называется Апасампрода Мы всегда знаем Что есть Кришна То есть Гуру И Гуру Ближайший слуга Кришна Он его представитель Он говорит то Что говорит Кришна Хочет то Но он не Кришна И Пурпада Как только Гуру Заявил что он Кришна Он должен быть Что? Отвергнут Отвергнут Или требовать Начинают От учеников Такого С его поклонения Как Кришна Он должен быть Отвергнут Я Кришна Мы можем Поклоняться Гуру Как Кришна Мы должны Понимать Что он не Кришна Все что мы Хотели бы Сделать для Кришны Мы делаем Для кого? Для Гуру Через него Мы Так же Допустим Кто-то хочет Что-то сделать Для Гуру Он может Делать через кого-то Через президентов Через И так Существует Система Авторитет Еще вопрос Есть? И все Эти личности Они не Кришны Они не Господа Пурпада Давал Такой Очень хороший Удивительный Пример Чтобы понять Все авторитеты Кто они такие Кто в первой степени Он говорил Возьмите Большой телескоп И впереди Там Стоит Вот такая Огромная Толстенная Линза Или как вы еще Назвать Лупа Увеличительное Стекло За ним Стоит Поменьше Знаете Он же Такой же Телескоп До Потом До масштаба Глаза И там Поменьше Толщины Поменьше Размеров Но такое же Увеличительное Стекло Там за ним Другое И между ними Определенное Расстояние И в конце Вот так вот Всякие Линзы Меньше 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 Толщины Но все Они Прозрачные Все Они Прозрачные Но все Они Разной Величины Разной Толщины И на Разной Дистанции Друг от Друга Стоят Снимают Разные Положения И потом Все Доходит До Глаза И Возле Глаза Она Не так Большая Но Она Тоже Такой Прозрачности Должна Быть Чистоты Такой Как И Та Большая Но Она Разная Толщина Разного Диаметра И в соответствии С нашим Глазом Она Еще Разную Дистанцию Может Брать По отношению Вот К той Линзе Там Не то Что Вы Здесь Крутите И Там Все Двигается Нет Двигается Только Это Которая Рядом С вашим Глазом Все Остальное Неподвижно Только Одна Двигается Которая Рядом С вашим Глазом Вы Улавливаете Нет О чем Набираете Вот Точно Так Все Авторитеты И Там Они Смотрят И Кришну Видят Хоть Одну Убери Линзу Что Произойдет Хоть Одну Даже Эту Если Неправильно На Неправильной Дистанции Там Она Находится Что Будет Что То Видим Но Что Не Поймешь Что То Видим Факт Даже Слышим Но Что Не Понят Так Ты Говоришь Много И Долго И Правильно Но Непонятно О чем Так И Вот Так Же Авторитет Они Не Кришна Потому Что Кришна Вон Там Но Без Них Что Кришна Там Бесполезно Вот Только Так Поэтому Каждый Важно А Тебя Давай Одну Линзу Уберем Как Только Ты Убираешь Даже Вот Эту Которую Возле Глаза Все Уже Там Ничего Или Видать Что Это Пятно Только Эту Поставят Еще Отвел Оба Все Смотрю Кришна О Смотрю Пикок Феду Павлинье Перо Вену Там Рожок У него Там Джаянти Мала Там Или Кадамба Мала Там Все Феду Склей Все А Когда Не Видим Кто Кто Там Стоит Что Говорит Маш Чем Так Мы Должны Понимать Тихо Они Не Кришна Но Все Прозрачны Каждый Позволяет Увидеть Все Больше 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 Также Гуру Мы Гуру Также Видим Через Кого То Не Сразу Может Напрямую Можем Через Кого То Знали Прочитали Сюда Сюда Все А не То Что Мы Сами Что Понимаем У нас У Самих Такое Неправильное Красивое Внешне Мы По Услышали Это Может Мы Не Анализируем Что Благодаря Пониманию Этого Человека Или Какого Он Нам Объяснил Дал Видение И Мы Увидели Эти Качества Прекрасные Качества Духовного Учителя Почему Другие Не Привлекаются Но Пообщавшись С Кем То Они Сразу О Такой Гуру Привлекаются Ему Еще Говорят Что Вы Не Знаете Что Такой Гуру Нет Ты Знаешь Ни Чего Не Понимаешь Поэтому Говорится Что По Милости Предных И Байшнава Акура Кришна Сейтамар Кришна Дадай Бару Только Байшнава Имеет Кришну Только Байшнава Дать Кришну Может Показать Через Себя Потому Что Он Так Прозрачен Почему Говорится Чисто Линзы Протирают Обязательно Что Если Будут Пятна Видение Будет Что Резко Сначала Себя Потом Все Все Остальное Мутно Все Остальное Как Это Все Важно Но Мы Соприкасаемся Не с той Лукой А с какой Даже Не с теми Как А с какой Мы Прикасаемся Вот Это Которая Рядом С нами Мы Через Нее Придел Вот Так Ж Кришна Там Есть Какие Личности И Личность Которую Мы Постоянно Соприкасаемся Через Нее Он И Это Называется Личностные Взаимоотношения Ты Подходишь Посмотри Что Ты Не В Соответствии С Его Зрением Занять Положение Ну А так Видишь Нет Ничего Не Ну А так Тоже Ничего Не Так Ты Спишь Глаз Открой Опять Ничего Может Ты Слепой Ну Да А Что Он Мне Стеклянным Глазом Не Смотрит Я Понятно Здесь Немцы По поводу Телескопа Но В самом Телескопе Там Кришна Телескопа В то же Время Он Проявлен Когда В Нем Смотришь Видишь Что В каждой Линде Он Присутствует Проходит Среднение И Не Искажают Его То есть Они Должны Быть Такими Чтоб Не Исказить Его А то Он Двумя Руками Искажает 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 Шесть Рук Иосемь Уже И головы Нету Кругленький Он Искажает Поэтому Линдзя Она должна Отражать В точном Соответствии Чтобы Дать Точную Потреб Точную Смать Багава Там Квадский Идеаль Смать Багава Идеаль Идеаль Смать Смать